Ребята, напоминаю, что в одном из пабликов проходит конкурс на целых 2500 гемов, но это не один приз, а приз будет делиться на 3 победителя, то есть итого 7500 гемов общий фонд. Условия очень просты, подписаться на паблик, сделать репост и результаты будут 25 апреля. Не пропусти, прими участие, ссылку на конкурс я оставлю в описании. Привет всем, дорогие друзья, сегодня у нас новый ролик по Clash Royale, и у меня произошла, точнее не у меня, а у Кот Наркот, очень интересная ситуация, и вообще у него сегодня день какой-то прикольный, да, то клан переименовали, то вот сейчас я вам покажу один прикол, который попался ему в бою. Ребята, я не знаю, баг это или нет, я думаю, что спустя некоторое время это уже, ну, более будет объяснимо, и я думаю, либо это можно повторить, либо, ну, не знаю, я это вижу первый раз и хочу вам это показать. Во-первых, ребята, новое испытание Валькирии, я честно смеюсь с этого испытания, три победы, и вы получаете Валькирию, у меня просто вопрос, простите, что? Какая Валькирия? А где Тёмная Ведьма? Мы ждали всех... Ты посмотри ещё на приз какой, за 10 гемов, 8 карт, топчик. Я сразу, ребят, извиняюсь, ты не поздоровался со зрителями, а сразу начал говорить, я по скайпу сейчас буду записывать ролик, потому что я не готовился к этому ролику, и сейчас буду прям импровизировать, и пусть он расскажет, что произошло, и ладно, давайте заберём Валькирию. Какая полезная карта? 8 карт Валькирии ты получил. Открываем сундук, ребята, 300 золота, очень, 7 стрел, и 1 мушкетёр. Очень крутой сундук, очень классное испытание, 10 гемов, просто коту под хвост. Какая-то автология, кот-наркот спустил 10 гемов коту под хвост. Ну, ребята, суть этого видео в том, просто вы посмотрите на этот повтор, посмотрите на колоду кота. Да, блин, вы посмотрите на эту колоду, ребят, у него 2 Валькирии в деке, это законно, нет? Я, это что такое, Влад, как это произошло? Давайте будем смотреть на фоне повтор, и заодно посмотрим, и попытаемся разобраться, что это такое, какие ещё 2 Валькирии в деке. Смотрим, первая карта, ему на выбор идёт Роял Гигант, либо Таран, я так понимаю, он возьмёт Таран, да, всё верно. Скелетики или Гоблины, тут, естественно, скелетики, а нет, ты взял Гоблинов. Дальше, Валькирия, внимание, или Тёмный Принц, он берёт Валькирию. Я так предполагаю, что у его противника также выпала Валькирия, и он отдал её ему, ну, то есть, Владу. И, ребят, это разве, ну, такое может произойти? Мне кажется, деки по шаблону не должны совпадать, то есть, нету одинаковых карт в шаблоне, ну, я так думал. Но это такой фан, ребята, я не знаю, баг это или нет, но эта ситуация очень интересная, потому что я её вижу первый раз. Ну и давайте посмотрим, поугараем с этого, две Валькирии в колоде, это жесть. Расскажи, Влад, ты офигел, когда это заметил, и... как ты-то, заметил после боя или сразу определил? Я офигел, я заметил только того, ааа, нет, Владик, как задефил, ааа, короче, этого, как я говорил, ролл гигант, как только задефил, то я сразу заметил, что в Валькирии, что, бля? Ну, я тоже удивился, ребята, и я сначала не хотел записывать ролик и думал, ну, это либо он уже на фотошопил, либо прикалывается. Ну, я такое вижу первый раз, если у кого-то такое повторялось, напишите в комментариях или объясните, если кто-то знает, что происходит. Я предполагаю, что противнику подобралась Валькирия, он отдал её коту, но... Представь себе, если бы было две элитки, ну, две пары элитов. Ну, это, это, вы тоже, да, ребят, представьте, если бы выпали элитные варвары, да, и в одной колодии четыре элитных варвара, да, получается? Ребята, вы... это, это что такое? Вопрос к суперселу. Я ору. Не, ну, может, это ещё связано с тем, что испытание Валькирии, вот поэтому она может подобраться и тому, и другому. Вот, может, это ещё с этим связано? Я, ну, не был же так стараном с бандинками с чем. Ну, да, поэтому я это вижу первый раз, и для меня это очень, ну, удивление, серьёзно, и я это решил записать. Я, конечно, объяснение этому, ну, наверное, понимаю всё-таки, мне кажется, это связано с тем, что испытание Валькирии, но не знаю, должно это так быть или же нет. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, ну, и моя оценка этому испытанию. Это, это дерьмо полное, ребят, это что такое? Какая ещё Валькирия? Я такого испытания ещё не видел. 10 гемов, 3 победы, и вообще приз никакой, ну, серьёзно. Я не знаю, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, но я думаю, что лучше бы была Тёмная Ведьма, чем вот это говно. И какие ещё 3 победы, да, у нас была Ретро Рояль, там было хотя бы 6 побед. Ну, я тоже удивился, ну, блин, 6 побед мало слишком, лучше бы сделали 12. Ну, 3 победы, это что такое? Да ещё 10 гемов, хотя бы сделали 5, да. Я считаю, что это испытание полный провал. Я, конечно, ещё на испытание Тарана думал, что это говно полное, но нет, вот говно полное. Это испытание Валькирии. Я, кстати, вот только записываю ролики, вот только это испытание сейчас видно. 2 Валькирии на карте, и это не через зеркало. Смотрите, уже 3 Валькирии на карте. Это смешно, реально. Я не знаю, что они здесь, на Бакапоре или Суперселл, или может так и должно быть. Но, я не знаю, ребят. Пишите в комментариях, как вы думаете, это так должно быть или нет. Ну, посмотрим, мне будет интересно почитать. Ну, и я так понял, ты здесь сделал 3-0, да. Ну, да, мы же открыли только что сундук. Глупые вопросы задаю. В общем, не знаю, мне больше нечего, ребят, сказать. Я хотел вам показать вот такую ситуацию, то, что ему в колоде выпало 2 Валькирии. Это вообще смешно. И вот реально он подметил, а если бы было это элитная варвара? Ну, представьте, это не через зеркало, это с 12 эликсира идет 4 элитных варвара. Ну, камон, зачем это такое? Мне кажется, это только с Валькирией такой случай произойдет. Хотя, не знаю, мне некоторые писали, что с гоблинской бочкой у кого-то так было. Напишите в комментариях, ребят, у вас было такое? И что это вообще? Мне просто, я серьезно не знаю, я не готовился к этому ролику. Записываю его спонтанно, и поэтому у меня нет объяснений. Ладно, давайте досмотрим повтор на Х4, потому что, ну, больше мне рассказывать нечего. И смотреть неинтересно, такие повторы испытания не очень. Так, все, да, он добил. В общем, а такой вот, ребят, был коротенький видосик. Я не знаю, понравился он вам или нет. Я повторяюсь, пишите в комментариях ваши догадки, что это произошло. Две Валькирии в колоде. Это просто лол. Я уже ничему не удивлюсь в этом, в этой игре. Ладно, ребят, на этом буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал. Скоро будет интересный ролик по открытию сундуков, где я выбиваю легендарки и легендарные сундуки подписчикам. Поэтому ставьте колокольчик, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить этот ролик. А на этом, ребята, я с вами прощаюсь. Спасибо всем за просмотр. Всем до новых встреч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok